Важные представители политических стран, уважаемые представители политических партий, уважаемые новоизбранные депутаты Верховной Рады, это историческое время, когда решается вопрос о теперешней и вечной жизни или смерти народа, к вам обращается Византийский Вселенский Патриархат, чтобы подчеркнуть вашу ответственность перед Богом и народом. В этих предсказательных годах было указано злочины ОСН Рады Европы, на пространстве реноциды народа и на стратегии скрытой войны. В трех предыдущих пунктах было указано на преступления ООН и Совета Европы, на средства геноцида народов и на стратегию скрытой войны. Теперь в четвертом пункте показан выход. В первую очередь необходимо отменить все недавно принятые законы, которые вступают в конфликт интересов с народом и Конституцией. Эти законы проталкивают скрытую гендер-гей-идеологию и механизмы ювенальной юстиции. Без этого очищения никакая реформа и обнова народа не состоится. Только моральный народ является сильным. А неморальный народ обречен на самоуничтожение. Современный политик должен быть как врач, который четко диагностирует болезнь и использует средства, которые ведут к оздоровлению. Такая демократия, которая позволяет одному политику внедрять жизнь, а второму смерть, является псевдодемократией. Все политики, которые представляют народ, должны иметь единство интересов с народом, а не конфликт интересов. Приоритетным интересом Украины сегодня является то, чтобы политики стали борцами за народ, которые в этой скрытой войне будут освобождать Украину от современных оккупантов. Если сегодня каждый депутат не займет четкую позицию сохранения народных и семейных ценностей от давления гомосексуализма и ювенальной юстиции, то станет инструментом автогеноцида народа. Сегодня необходима единая линия для всех политических партий Украины. Деморализационные и геноцидные нападения на Украину являются объединенным, поэтому объединенной должна быть и оборона. Кто пропагует так называемые международные стандарты и споупрацует с так называемыми добровольными фонды и организациями из-за рубежа, тот уже не трудится для народа, но для его уничтожения. Кроме отмены всех новопринятых законов, находящихся в конфликте интересов с народом и Конституцией, для спасения Украины служат следующие шаги. Первое – правдивое информирование всех политических деятелей. Каждый политик должен знать истинную суть гендерной идеологии и ювенальной юстиции и бороться на жизнь и смерть против внедрения этих механизмов. Второе – необходимо провести очистку персонала, чтобы на ключевых местах не остались предатели народа. Третье – СМИ должны служить для моральной реформы, а не для геноцида народа. Иначе они находятся в конфликте интересов. Четвертое – необходимо сохранить неизмененную Конституцию. Пятое – необходимо выдворить все иностранные организации и фонды, которые основывают гендерцентры и скрыто внедряют механизмы ювенальной юстиции. Четвертое – Украина должна выйти из Совета Европы и освободиться от его геноцидной политики. Седьмое – следует поддерживать семью, которая состоит из отца, матери и детей, как основу существования народа. Восьмое – должна быть разработана программа здорового воспитания детей и младенцев. Молодежи и их защиты от деструктивных воздействий. Молодое поколение необходимо воспитывать к ответственному отцовству. Девятое – необходимо ликвидировать масонские организации, которые работают для морального геноцида и уничтожения народа. Десятое – необходимо отменить компетенции общественных организаций. Они повышены на уровень государственных органов. Они продвигают интересы иностранных организаций и находятся в конфликте интересов с народом. Одиннадцатое – президенту Украины необходимо предъявить требования об отмене нового уголовно-процессуального кодекса, ибо он противоречит Конституции и внедряет механизмы ювенальной юстиции. Обманом его протолкнули в страстную пятницу в 4 часа утра, причем только 50 депутатов из 450. Следующие принципы. Каждый политик сегодня должен быть чрезвычайно внимательным, чтобы уметь разоблачить коварство, которое стоит за проталкиванием ювенальных механизмов и гендерной идеологии под положительными названиями и терминами. Кто просовывает их, находится в конфликте интересов с народом и является предателем государства. В эти дни, в часе вымены парламента, можно вытащить статную политику правдивой реформы, а вытворить про нее такие структуры, которые бы смешивали к захороне родины и народа перед деструктивным тлаком за Западом. Именно в эти дни, во время смены парламента, можно определить государственную политику настоящей реформы и создать для нее такие структуры, которые бы вели к спасению семьи и народа от разрушительного давления со стороны Запада. Украина имеет наибольший потенциал, чтобы стать полноценным самостоятельным государством, независимым от Запада и Востока. Она имеет природные богатства, плодородную землю, а что касается торговых связей, то всем может быть равноценным партнером. Украина не должна подчиняться экономическим и политическим давлениям, ведущим к самоуничтожению. Престиж не заключается в том, чтобы Украина стала сточным каналом Запада, но в том, чтобы стать независимым и экономически процветающим государством. Официальная церковь в Украине, например, инициативная группа кардинала Гузара вместе с масонами пропагандирует антиценности и аморальность, или же пассивно молчит, и этим парализирует христиан Украины. Поэтому, несмотря на эти позиции церкви, Верховная Рада должна открыто защищать настоящие семейные ценности. Спасение не придет к нам ни с Востока, ни с Запада, но от всемогущего Бога. Каждый депутат, если хочет быть лидером и представителем народа, и защищать моральные и национальные ценности, должен общаться с Богом и здесь решать будущее Украины. Византийский Вселенский Патриархат призывает каждого депутата, чтобы в эти дни дал Богу обещание, что в течение одного года будет ежедневно один час пребывать с Богом на личной молитве. Патриархат призывает и весь украинский народ, чтобы все христиане объединились и ежедневно молились хотя бы один час. Члены молитвенных страж, к тому же пусть одну неделю в месяц молятся два часа. И будет создана непрерывная молитва. Бог тогда защищает Украину перед программированным автогеноцидом. Тогда Бог спасет Украину от программированного автогеноцида. Бог тогда защищает Украину. 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 Продолжение следует...